Писание показывает, что антихрист будет незаметно вкрадываться в жизнь общества. И часто верующие, когда об этом думают, им кажется, что незаметно – это как-то на внешнем уровне. То есть что-то такое внешнее произойдет, а мы и не заметим. И поэтому очень многие верующие как-то опасаются. Либо там новые паспорта какого-то нового формата, а вдруг там как-то через них нас к антихристу приобщат. Или с ИНН, у некоторых верующих были долгие проблемы. Или там эти 5G-вышки поставят и незаметно настроят всех нас на чистоту антихриста. И всем это придается какое-то магическое значение. Что вдруг ты живешь, 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 и как-то вот ненароком – раз – и получишь эту как бы печать. И случайно как-то какой-нибудь код тебе дадут или штрих-код тебе дадут. А еще говорят, что вот в этом штрих-коде там вообще есть три шестерки. Вот говорят, вот взял этот штрих-код и незаметно раз – и три шестерки получил. И не знал даже как. И вот боятся и переживают. Вы поймите, когда Иоанн говорил, он это же говорил не сегодня, он говорил 2000 лет назад, и он был евреем, и он писал для людей, которые так или иначе знали Ветхий Завет. А в Ветхом Завете число 666, оно имело конкретный определенный смысл. В Писании Ветхого Завета есть эта цифра – 666. Вот смотрите, Третья книга Царств, 10 глава, 14 стих, где говорится, «В золоте, которое приходило Соломону каждый год, весу было 666 талантов золотых». При царе Соломоне Израиль достиг пика своего могущества. Пика процветания именно при Соломоне. И произошло, здесь мы видим такое, что каждый год государство, да, Соломон получал 666 талантов золотых. Талант – примерно 49 килограммов. Я специально перед проповедью взял и 49 килограммов умножил на 666, получилось 32,5 тонны золота. Вы представьте, 32,5 тонны золота. Серебра уже там никто не считал. И прочих металлов всевозможных. То есть, понимаете, здесь написано, что в этой цифре нет ничего магического, ничего законспирированного. Говорится, это число человеческое. Это число человеческое. И можно понять. Можно понять. То есть, нет ничего страшного в этом числе. 666 – это символ славы, богатства, государственного могущества, которое было при Соломоне. И тут мостик в откровении Иоанна Богослова. То есть, при нем будет могущество, при нем будет творцветание, при нем будет богатство. Поэтому не нужно бояться самой цифры, как некоторые верующие. Там, пошел там в гардероб, выдали тебе бирку, когда пальто сдал, 666. Думаешь, господи, что это такое? Что за искушение? Или в магазине что-то купил, дал тысячу рублей, тебе сдали сдачу. Мне один рассказывал, сдачу сдали 666 рублей. Не бойся. Конечно, возможно, мы не знаем, возможно, как у христианства стал символ крест или рыбка. Может быть, в дальнейшем, конечно, что-то с этим числом будет, какой-то символ. Но суть этого числа – это великая, процветающая империя. Великая, процветающая империя. И возникает вопрос, а как же? Как же тогда незаметно это все будет происходить? А незаметно это будет происходить не из-за того, что нам вот кто-нибудь раз и какую-нибудь нетку в карман положит, проклятую, и мы станем уже все чипированными. Вроде бы не знал и невольно оказался на стороне антихриста. Нет. Незаметность – это будет во внутреннем расстрелении людей. То есть внутреннее состояние людей, внутреннее состояние человеческого общества станет таким, что люди перестанут отличать зло от добра, перестанут отличать свет от тьмы. Все будет перепутано. Разум большинства людей будет смущен, будет обработан ложью, будет обработан пропагандой. Вот этим лжепророкам, которые будут постоянно возвеличивать этого антихриста. Это повлияет на взгляды, повлияет на мировоззрение. То есть это вот знаменитый пример лягушки в кипятке. Если в горячую воду она прыгает, она, конечно, выпрыгивает обратно. А если она в нормальную воду попадает, которая постепенно, там, по-моему, на 0,02 градуса в минуту так повышается, тогда лягушка не замечает и сваривает, живой сваривается. Вот точно так же произойдет незаметный приход антихриста. То есть постепенно нормы будут меняться, понятия будут меняться, зло будут называть добром, добро будут называть злом, тьму будут называть светом, а свет будут называть тьмой. Люди будут дезориентированы. Они перестанут понимать, их будут постоянно-постоянно внутренне развращать. И в конце концов души будут извращены. Не случайно Христос, Он говорил, что придут уже Христы, уже пророки, чтобы прелестить, если возможно, даже избранных. То есть это будет касаться в том числе и верующих, в том числе и церкви. Субтитры создавал DimaTorzok